Всем привет, новый день, позавтракал, сижу пристаю к PlayStation Vita, той второй, которую я купил, менее коцанную, смотрю обзоры на смартфоны, на всякие гаджеты, вон там какой-то Realme 12, а до этого была GPD Win 4, скоро должна приехать мама, нужно будет что-то разгружать, а пока я сижу монтирую вчерашний день, вчерашний влог, и мне хочется поиграть на PS Vita и PSP, куча гаджетов стоит на зарядке. Моя Vita разрядилась, которой я обычно пользуюсь, а другая, которая более целая, не коцанная, лежала на полке, сколько там, месяц или уже больше, я только сегодня ввел в нее свой Wi-Fi, подключил ее к Wi-Fi и начал качать игры, которые мне интересны, там куча хлама какого-то была мрачного, зомби там всякие, резиденты и тому подобные ужасы, я ж показывал. Только сейчас я начал на нее Spyro, Crash'а качать, GTA'шка там вот была, еще что-то я из ярких игр монстриков загрузил сюда. И пишет человек, якобы сегодня ее хочет купить, ну как так, что за законом подлости это называют, когда ты хочешь что-то сделать, а оно не получается, потом ты передумал, ну тебе нафиг уже не нужно, оно появляется. Что за фигня такая? Только я вот взялся за нее сегодня, хотел поиграть. Она же менее царапанная, более целая у нее, более целый экран. Только начал грузить сюда игры, потратил трафика своего смартфона, с Wi-Fi раздал. А человек вроде как хочет взять, ну посмотрим, может еще не купит, зря нас сгоняет на остановку, да, потом скажет, не, я передумал. И Полина мне еще говорит, возможно ты более целую и не найдешь. Она же вот в таком довольно хорошем состоянии. Здесь пленочка наклеена на заднюю стенку, она такая нормальная, типа без царапин. А то и камера почти без царапин, на моей камере зацарапана. Кнопки L и R на моей тоже они такие подратые, а здесь довольно прозрачные, вот, нормально еще выглядит. Мне чел один сказал, если ты такой педант и хочешь качественную PSV, то без царапин, тогда ищи сразу за 20 тысяч, без вариантов. Не надо вот эти вот по 15 покупать, по 12, это тогда сразу тебе надо за 20 брать, говорит. В обед приехала мама, привезла немного стройматериалов, мы их разгрузили, делали вольер какое-то время. А когда эти стройматериалы кончились и их не хватило, мы принялись за крышу и начали переделывать нашу крышу. Потратили еще несколько часов. Денег на все маме не хватило и доделать мы не смогли ни одно, ни другое. И Полина шутит, что вольер для собак, который строит мама, уже в итоге будет стоить дороже, чем моя комната, которую я построил в 2019 году. Пришли мы, значит, к маме, а тут собака прыгает, скачет, не дает покоя, пачкает штаны. А это собака что-то натворила, да? Беспорядок, кошмар. Интересно, Насте на весы рабочие? Они до сих пор работают? Ого! 67,2 с одеждой. Ну, наверное, 66 где-то. Так, ищем арбуз. Вот он где притаился. Сейчас мы на него нападем. Какой танкокорый вообще! 2 мм. Что за арбуз такой? О, виноград с черешней. Вот это они богатые. Что за богатство здесь лежат? Какое оно все холодное. Давай двигай, давай я тут поем по привычке. Куда-нибудь туда подальше. Бабузяка. После жаркого рабочего дня у мамы искупались, постирали одежду, посидели, покушали. Она нажарила картохи фри, дала мне арбуз. Похавали и потихоньку поехали домой. Прыгать будешь? Вверх прыгать. Я не пробовала, чтобы она на задних лапах крутилась. Надо ее поучить. Лапиньо! Собака! Собакуется. Ребята лежали, как выяснил автомашизм. Ну чего ты ничего не дарил? Что вот только... Бабузяка лежит до последнего. Какая? Какая, ну ладно. 11.11 вечера. Мы вернулись от мамы, съездили туда на Жиге. Приехали сейчас домой. Оба сонные, так что похоже мы сейчас просто переоденемся и ляжем спать. Вот так вот день прошел, помогал весь день маме и нифига не снимал. Очень рано встал, получается, ночью. И так и не лег в обед. Вместо этого очень много работал по дому. И так, вжух, день прошел и влога нет. Я, конечно, мог с экшн-камерой носиться по двору. Мучить ее, царапать, что-то коцать. Но главная проблема, что эти файлы потом передавать нужно. А этого я делать не люблю. Полька. Сонная Полька. Пойдешь ты. Недовольная? Легли поспали часов 8 с половиной. Теперь я приободрился, пора завтракать. Взял вторую PS Vita. Поставил же сюда Соника и другие игры. Которые я сам играю на своей первой Vita. Яркая тут трасса такая. Вот как часто в играх бывает. Самая первая трасса, самая яркая. Ты проходишь игру дальше. А дальше мрак, какой-то ужас. И ты все равно возвращаешься к первой трассе. Которая самая красивая. С водичкой, с солнышком. А дальше какие-то убитые трассы. Которые не хочется играть. И еще я пробежался вчера. По списку игр. На этой Vita 2. И оказалось, что здесь из тех, что мне рекомендовали в комментариях. Здесь две игры есть. Одну человек рекомендовал Gravity Rush. Про девушку, бегающую против законов физики. И она уже была здесь установлена. И еще одна игра. Dungeon Hunter Alliance. Она, оказывается, здесь была. А, вот я ее даже в папку нормальных игр перенес. Вот, кстати, на второй моей Vita. Игры, которые я считаю нормальными. Играбельными. Которые можно запускать и поиграть. 9 штук. 10. И вот я Dungeon Hunter сюда закинул. Реально вроде играбельная штука. А так, здесь полно еще всякой фигни. Но Dead Nation тоже можно поиграть. Но большинство я, походу, удалю нафиг. Зачем они нужны. Тем более, здесь флешка интересно отображается. Они у меня обе 128. Но на одной показывает 119 гигабайт. А на этой показывает 112 гигабайт. Свободного пространства. Я, честно говоря, лучше закину сюда PSP-шных игр в эмулятор. В адреналин. Чем вот этот мусор держать, который здесь лежит. Вот из этой папки. Ни одна игра мне нафиг не нужна. Вот что это такое. Я еще попробовал их позапускал. И это какой-то ужас. И вот это, наверное, да. Целая папка ненужных игр. Просто нафиг не нужны. Final Fantasy. Вот мама играла на PS1. С пятой части по девятую. Пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. А человек, что писал насчет покупки и виды, он написал, что в God of War хочет поиграть. И вот тут какой-то God of War есть. Я даже запускал эту ерунду. Но не зашло отчета мне. Мне понравилось. Хотя мне вообще из God of War симпатичен визуально только тот, что на PS4 вышел. Новый, графонистый. Но опять же, играть я в него не стал. Потому что он линейный. Потому что там открытого мира нет. А сам лучше погоняю Sonic в Sega Racing. Навели. Мы там, конечно, погром с мамой. Переделали вчера крышу. Еще в процессе. Еще надо делать. И во дворе с вольером прогресс. Но она привезла только 6 листов металла. Там нужно 9 или 10. Так что крыша не доделана. Денег потратила много. А толку еще нужно довозить материалы. Ладно. На этом день окончен. Буду это дело монтировать. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok